Только благостные люди, они страдают внутри себя, страстные люди страдают совместно, а невежественные люди отдают свое страдание другим. Смотрите, как страдает благостный человек. Кто-нибудь знает? Нет. Он садится и молится просто. И все счастливы рядом с ним, даже если он страдает. Как страдает страстный человек? Ну что, вы смеетесь? Все нормально? Мы так договаривались? Вы же не знаете, как лекция должна протекать? Может, сейчас потолок должен обвалиться, а человек пошел исправлять неполадку. Вот спасибо вам. Просто он дал воздух, понимаете? Спасибо вам большое. Пошел воздух, пошел. Вот это называется благость. Благость означает, все происходит как надо в жизни. Ничему не удивляйся. Мой наставник, он мне сказал одну фразу. Я говорю, как остаться в духовной жизни? Как сделать так, чтобы не уйти никогда в обычную жизнь? Он посмотрел на меня и говорит, первое правило, ничему не удивляйся. Вот что не увидишь вокруг себя, так и должно быть. Все само собой, естественно, так и должно быть. Ничему не удивляйся. Видите, пошел воздух, да? Человек дал нам воздух. А вы над ним насмеялись. А я не поддался. Итак, смотрите, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что это все пока только теория. Вот вы, когда придете домой, вы поймете, что так вы не можете жить. Человек не может сам из страсти перепрыгнуть в благость. Это невозможно. Почему? Потому что эти силы непреодолимые, веды говорят. Человек может быть благостным, жить благостной жизнью только тогда, когда он сдает экзамен. В чем заключается экзамен? Человек должен плакать по внутренней жизни. Он должен садиться рано утром и молиться, желать всем счастья. Если он не может молиться, должен слушать лекции о том, как это делать, чтобы у него появилось вдохновение. Всегда благость перетекает от одного человека к другому. Но когда человек в своем сердце уже настроен никого не трогать, у него есть знание о том, что это и есть настоящее счастье так жить, тогда в этом случае он начинает естественным образом само собой так жить. Вот допустим, как бросить курить? Не надо бросать курить. Не надо бросать курить. Надо просто начать общаться больше с людьми, которые живут другой жизнью. Не то, что они не курят, они живут другой жизнью, понимаете? Потому что человек в страсти может курить, может пить, ему как-то надо снимать напряжение. Человек в благости живет спокойной жизнью, счастливой. Человек в страсти живет в напряжении. Человек в невежестве живет в состоянии, в котором он, ну, как бы, хмурном состоянии, понимаете? То есть он постоянно то выпивший, то обдолбанный там, то еще что-нибудь, понимаете? То есть он не может в нормальном состоянии. Человек в страсти, он в напряжении, потому что он стремится к счастью. Счастье у благостного человека внутри. Счастье у страстного человека снаружи, в обществе. Счастье у невежественного человека исходит из него самого. То есть он считает, я буду счастливым, все остальные мне по барабану. Страстный человек сотрудничает в своем счастье. Благостный человек знает, что этот мир создан для экзамена, поэтому надо сдавать экзамены и будет счастье потом. Видите, люди по-разному мыслят. Все эти три категории людей по-разному мыслят. И по факту не может быть счастливой семейной жизни, если ты не сдаешь экзамены. А самый тяжелый экзамен судьбы – это семейная жизнь. Поэтому не сдал экзамен, счастья нет. Все. Что это значит? Это значит, ты еще не в благости. Вот и все. Когда человек становится в благости, у него есть муж, допустим, у женщины есть муж или нет мужа, она чувствует счастлива себя. Почему? Потому что она знает, почему нет. Раз она знает, почему нет, она также знает, когда будет. И поэтому она спокойна. Вот допустим, человек голодный, но он знает точно, когда поест. Он успокаивается? Все. Когда это знание приходит? Когда ты осознаешь, где пища. Пища находится в твоей судьбе. Если ты не замужем, а женщина любая должна быть замужем, по правилам, она должна быть замужем. Почему она не замужем? Потому что она не сдала экзамены. Что надо делать? Хочется замуж, Олег Геннадьевич. А надо что делать? А надо сдавать экзамены. Хочется замуж означает скупость. Благость что такое? Жить внутренней жизнью и довольствоваться тем, что Бог дал сейчас. Довольствоваться тем, что у тебя есть. Считая, что это правильно в моей судьбе. Итак, виды семейной кармы бывают трех видов. Но если человек переходит в благость, то он побеждает свою тяжелую семейную карму. По факту сейчас большинство людей на земле имеют тяжелую семейную карму, невыносимую. Поэтому 80% разводов статистика в нашей стране. Ну то есть 100 человек расписались, значит 80 из них разведется. Это такая статистика.